МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Курганру. С вами Елена Волкова. Здравствуйте. О событиях в Кургане и области расскажут наши корреспонденты. Директор Каргопольского кожевиного завода предстанет перед судом. За годы работы предприятие успело отравить экологию нескольких окрестных деревень. Во всяком случае, в своих бедах сельчане винят именно руководителя завода. Дело в том, что опасную для здоровья воду сливали в ручей без всякой очистки. Тему продолжит Михаил Белокрылов. Эта история началась 4 года назад, когда одна из местных предпринимателей приобрела в Каргополе завод Жибы и переоборудовала его в кожевинное предприятие по первичной обработке кож сырья. Никаких очистных сооружений на территории никогда не было, и новый директор решила напрямую сливать отходы в местную речку. Жуткий запах переработанной кожи с использованием химических средств воцарился над Каргопольем. Руководство расположенного рядом машиностроительного завода вместе с жителями района на протяжении всех этих лет не могут найти общий язык с бизнес-леди. По этой проблеме мы общались раньше, а так в контакте мы живем в одной деревне, поэтому мы имеем право общаться с кем хочешь. По этой проблеме и письма, и переписки, и всем что угодно. И сегодня забор упал, он не к сошел. По основам переписка, потому что с этим человеком общаться невозможно. Если у вас интерес есть, съедите, пообщайтесь с ним. Но пообщаться не получилось. На проходной нам сказали, что директор ни с кем говорить и ничего объяснять не будет. Экологическая катастрофа в Каргополье – последствия выброса фенола. В анализах воды его содержание на выпуске более 4 тысяч микрограммов на литр, что превышает предельно допустимую норму в сотни раз. Леонид Махов показывает результат экспертиз, где черным по белому написано – нарушение есть. Много было тут всяких комиссий разных. И вроде бы все признают, что да, есть выброс, есть даже документы, существуют, что превышение ПДК в тысячи, в десятки тысяч раз. Но всякими путями завод продолжает работать, продолжает отгравлять, загрязнять воздух, загрязнять воду сейчас, я не знаю, куда они сливают, конечно. Делом в итоге заинтересовалась Курганская межрайонная природоохранная прокуратура. Каргопольский районный суд удовлетворил требования прокурора о признании деятельности завода незаконной. На директора завода по переработке кожи возложены обязанности организовать очистку сточных вод. Помимо всего прочего, женщина сейчас обвиняется и в присвоении двух миллионов рублей, которые были перечислены по фиктивным документам в счет возмещения налога на добавленную стоимость. В начале 2010 года завод был введен в эксплуатацию, несмотря на отсутствие на предприятии очистных сооружений. И при его работе происходил сброс неочищенных сточных вод в реку Поцелуйка. Кроме того, предприниматель обвиняется в том, что в период с 2010 по 2011 годы она обманным путем завладела денежными средствами. 11 марта все материалы уголовного дела направлены в Каргопольский районный суд. Фактическое исполнение иска, а также общая экологическая ситуация в районе находится на контроле прокурора Курганской области. Михаил Белокрылов, Александр Киселев, Светлана Пестерева, информационное агентство Курганру. Жители села Белозерское написали письмо главе за Уралью с жалобой на плачевное состояние ряда социальных учреждений и неработающие водопроводные колонки. Алексей Кокорин выехал в село, чтобы на месте оценить проблемы. Спустя неделю там побывала и наша съемочная группа и узнала, чего же удалось исправить. В Белозерском Алексей Кокорин посетил несколько объектов, в том числе и незапланированных. Отсутствие ремонта в помещении детско-юношеской спортивной школы поразило главу региона и вызвало поднятие вопроса о полной перепланировке школы в будущем. У меня просто слов нет. Я не понимаю, что есть сложность с капитальным ремонтом зала. Для того, чтобы две засыпали, мне там три. Если ребенок не проживает, я образно выражаюсь. Не менее плачевное зрелище представляет собой инфекционная больница и действующий детский сад. Давайте договоримся сразу. Если мы приехали, наобещали и уехали, или говорим, что это будет сделано, это неправильный подход. Быстрых решений в этой ситуации, при таком бюджете прекрасно понимать не будет. Все будет делаться качественно и правильно. Делаться будет однозначно. Давайте сначала приведем в порядок то, что у нас с вами есть. Это обязательно нужно сделать. По итогам визита глава Зоралия дал ряд поручений профильным департаментам и местным властям. В ближайшее время они подготовят всю необходимую документацию на проблемные объекты для включения их в госпрограммы и соответствующего финансирования. С неработающими колонками Алексей Кокорин поручил разобраться в течение недели. Нерешенных вопросов очень много. Вообще проблем конкретно в Белозерском районе достаточно. Я подчеркиваю, что нет необходимости делать что-то быстро и заниматься показухой. Если мы начнем друг друга обманывать и сказать, что это мы завтра сделаем, а сделаем только там облив ведром из вёстки, это неправильно. Нужно делать всё в соответствии с проектно-сметной документацией, качественно, надолго и не замазывать друг другу глаза. Спустя неделю ситуация в селе изменилась в лучшую сторону. За это время был начат текущий ремонт спортивного зала. Мы начали, скажем так, текущий ремонт для того, чтобы спортзал, по которому была написана жалоба, начал функционировать уже без тех изъянов, на которые было указано. Алексей Кокорин поручил местным властям в срочном порядке готовить заявку на включение спортзала в инвестиционные программы на 15-й год и готовить проект капремонта. Работа потихонечку держится. Вот привезли на днях спиломатериал, начали менять пол, проблемные участки. Конечно, хотелось бы, чтобы было всё как положено, как положено в спортзале. Ну а окна, сам глава региона сказал, что поможет заменить. Так что надеемся, надеемся, что смертную документацию подготовят специалисты и, может быть, что-то и двинется. Водопроводных колонок в селе порядка 90. Из них треть не функционировала из-за обледенения. Сейчас проблема практически устранена. За последнее время очищены подходы к колонкам. То, что намороженный лёд был, снег убран от колонок. И оттаяна часть колонок силами Уралгострой. Проведено отмораживание колонок, которые не работали. Значит, на сегодняшний день работа продолжается. Что касается благоустройства подходов к колонкам, то на данный момент они посыпаны песком во избежание падений. Основные работы начнутся после того, как сойдёт снег. Деньги на это в районе уже запланированы. У нас колонка там стоит, магазин всё для вас. Сейчас стало нормально работать. Вообще-то немножко ведётся работа. Так-то сейчас более-менее порядочек. Мы постоянно пользуемся этой колонкой. Сейчас удобно подойти и приятно набрать воду. Ещё бы сделали нам асфальтовую дорожку, чтобы сухой ногой прошёл. В ближайшие недели в селе произойдут и радостные события. После реконструкции за счёт областного бюджета заработает сельская библиотека и откроется детский сад номер 2 на 120 мест, в котором с начала осени прошлого года был проведён капремонт. С названием пока не определились. Мы же приготовили для детей сказку «Теремок» на новый лад. Все специалисты будут участвовать. Поэтому, может, детям понравится эта сказка, может, они и поставят это название «Теремок». Подобные визиты в районы, в основу которых лягут обращения граждан, Алексей Кокорин пообещал совершать регулярно и посоветовал всем районным главам чаще общаться с населением. Курган готовится к паводку. Администрация города утвердила комплекс противопаводковых мероприятий, в числе которых распиловка льда на реке Табол. Готовить ледяное полотно к этим работам начнут уже в ближайший понедельник, 17 марта. По информации предприятия «Водный союз», к распиловке бригады предприятия планируют приступить 19 марта у Курганской плотины и 21 марта в районе Кировского моста. В Кургане состоялся региональный этап конкурса «Славим человека труда» по профессии «Обвальщик мяса». За мастерами своего дела наблюдала и Светлана Епифанова. В экспертную группу на конкурсе «Обвальщиков мяса» вошли представители мясоперерабатывающей промышленности, лаборанты, мэтр-обвальщики. Курганская, Свердловская, Челябинская, Тюменская области делегировали лучших из лучших, 18 конкурсантов. Среди них и начинающие, и уже прошедшие несколько испытаний. На зауральской земле им устроили теплый прием. Это, на мой взгляд, поможет увеличить популяризацию данной профессии и привлечет тем самым на позитивном примере молодежь в данную профессию. Это очень важно. Я хотел бы пожелать всем участникам вот этого конкурса хороших результатов в конкурсе, естественно, позитивного настроения, приятных впечатлений, но и обменяться, прежде всего, опытом и поучиться друг у друга. Сергей Чистов с предприятия «Велес» пять лет подряд удостаивался звание лучший обвальщик России. В 2009 году ему выпала честь представлять нашу страну на конкурсе в Германии. И там достойный итог – 26-е место из 110 участников. Сегодня Сергей стал дипломантом конкурса. Противники оказались достойными. Здесь радует то, что много участников, есть с кем побороться. Это уже большой плюс, уже знаешь, что надо идти вперед. Только так. Битва обвальщиков подготовлена более чем профессионально. Разделочные столы, защитная одежда и перчатки, орудия труда, несколько видов ножей с различными лезвиями, острыми, как бритва. Сдав теоретические тесты и правила техники безопасности, мастера в отделке туш приступили к работе по секундомеру. Сергей Хохлов в своей группе закончил разделку вторым, но, по мнению эксперта Бориса Гутника, качество было выше лидера. Тут можно просто так сказать, что адреналин большой выделяется. Это ни с чем не связано. Буквально, например, неделю назад я ходил так, два дня так, а сегодня этого адреналину хоть отбавляй. Мероприятие действительно получилось зрелищным. У всех, кто наблюдал за работой мастеров, адреналин зашкаливал. Группы поддержки скандировали имена участников. В перерывах их развлекали певцы и танцоры. Самые активные гости и сами участвовали в различных розыгрышах. В итоге усилия правительства Курганской области и генерального партнера конкурса оказались приняты на ура. Это очень правильная и интересная тема человека труда. Мы за последний период времени, если идти от практики, очень часто сталкиваемся с тем, что не можем найти электриков, сварщиков, поваров и прочих специальностей тех людей, которые делают работу своими руками. Вот здесь перед вами сейчас стоят те люди, продукция мясная, которая есть в наших людях по всему райскому федеральному округу и проходит через их руки. Среди участников была и женщина-обвальщик. Представительница Юлутовского мясокомбината заняла третье место. Александр Бутуев с предприятия «Вид» второе. А победителем стал Михаил Евдокимов, завод «Велес». Три представителя учащейся молодежи распределили подиум между собой. На высшую ступеньку пьедестала поднялся Михаил Васильев из Курганской сельхозакадемии. А специальный приз, как самый молодой участник, взял Антон Карманских. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Андрей Бахарев. Информационное агентство «Курган.ру». Шесть молодых специалистов получили премию главы города Кургана для трудящейся молодежи. Торжественное вручение прошло во Дворце детского и юношеского творчества. С подробностями Михаил Белокрылов. В конкурсе на соискание премий главы Кургана в этом году приняли участие 30 молодых рабочих с 17 предприятий города. Многие из них победители конкурсов профессионального мастерства как внутризаводских, так и региональных. Интерес к этой премии с каждым годом увеличивается. Это очень радует. То, что и предприятия выставляют таких своих кандидатов, которые уже очень... которые прошли серьезный отбор на своих предприятиях, прошли отбор на авторитетно-конкурсной городской комиссии. И сегодня мы узнаем номинации и победителей в 2017 году, кто у нас будет. Давайте посмотрим, мне самое интересное. Отбирать участников не так-то просто, поделился председатель конкурсной комиссии Вячеслав Тяжельников. В состав жюри вошли представители союза промышленников и предпринимателей нашего региона, депутаты и сотрудники администрации Кургана. Комиссия выбирает тех людей, которые на самом деле достойны. Критериев там много. И участие в рационализации, в изобретательстве, участие в конкурсах и места, занятые профмастерства на своих предприятиях, ну и много еще чего другого. Я хочу подчеркнуть только единственную вещь, что вот те предприятия, которые более внимательно подходят к отбору своих номинантов, те предприятия, которые очень тщательно этот вопрос прорабатывают, они, соответственно, чаще оказываются в победителях. В списке претендентов на награды оказались две девушки. Самому молодому конкурсанту 21 год, самому опытному 30. Всегда Курган славился тем, нашим машиностроением. И когда мы говорили, что Курган не хуже ни Челябинска, ни Екатеринбурга, ни Нижнего Тагила, и нам есть чем гордиться. И сейчас вот эти ребята, которые стоят на сцене, мы ими гордимся, должны гордиться их родителей. Один из шести победителей, слесарь по ремонту подвижного состава зауральского ремонтного локомотивного депо Кирилл Трофимов, прислушался к совету отца и пошел работать на железную дорогу. Кирилл говорит, что уверен в стабильности предприятия и готов отдать все силы на благо любимой профессии. Настроение просто замечательное. Участвовать в этом конкурсе, ну, чего сложного. Получить награду, которую, я считаю, раз решило мое предприятие, что я его заслуживаю, то я думаю, что я его заслуживаю. Мне это очень нравится, и я очень рад этой награде. Это очень престижно. В итоге обладателями премии главы города, помимо Кирилла Трофимова, стали сварщик синтеза Екатерина Шмакова, токарь КМЗ Сергей Ощепков, электромонтер курганских городских электрических сетей Василий Вагин, слесарь корвета Андрей Кузнецов и электросварщик курган Химмаша Егор Романенко. Каждому из победителей вручили дипломы и денежные призы в размере 50 тысяч рублей. Михаил Белокрылов, Александр Менщиков, Светлана Пестерева, информационное агентство Курган.ру. 14 марта любители математики всего мира отмечают День числа Пи. Этот неофициальный праздник придумал в 87-м году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. Общепринятое значение величины Пи – 3,14, но на самом деле количество цифр после запятой бесконечно. Елена Шевкунова проверила курганцев на знания математики. Выйдя на улицы города, мы задавали курганцам один вопрос – сколько цифр после запятой? На наше удивление ответили правильно многие. После запятой бесчисленное множество. Не знаю, к сожалению. Там, по-моему, 9 или 12 цифр. Даже не вспомню, не меньше 17, но оно неделимое. 3,2. 3,14. А цифр сколько после запятой? Бесконечное множество. Очень много. А сколько вам назвать надо? Да. Нет, я только знаю 3,14, 28, дальше не знаю. Спасибо. Большинство православных курганцев уже вторую неделю придерживаются традиции и соблюдают Великий пост. Во время него для многих ограничения в еде – большое испытание. О продукте, который разнообразит меню постного стола, в нашем следующем сюжете. Душистый и ароматный, густой и насыщенный, вкусный и полезный. Да, речь идет о меде. Этот натуральный продукт является незаменимым лакомством постного стола. Его лечебные свойства известны издавна. В культурно-выставочном центре начала свою работу выставка меда. Пасека семьи Ивановых предлагает зауральцам и гостям города все разнообразие медовых сортов. Весна – это время ослабленного иммунитета и дефицита витаминов. Чтобы укрепить свой организм, мы кушаем сами и рекомендуем своим покупателям мед цветочной пыльцой. Ведь пыльца – это природный концентрат всех известных витаминов и ценных минеральных веществ. А в сочетании с медом незаменимый целебный продукт – липовый мед, настоящая гордость Башкирии. Чтобы встретить весну без простуды, порадовать себя и своих близких, попробуйте мед с прополисом. Он обладает силой антибиотика без вреда здоровью. Спасибо, говорю, что приезжают к нам, лечат нас и еще даже дают бесплатно. Мы очень благодарны, конечно, за это. Я считаю, что мед – это полезный, незаменимый продукт, должен быть в каждой семье, на каждом столе. Все виды меда от семьи Ивановых сертифицированы и прошли проверку ветнодзора. В ассортименте появились и новинки – проверенные целебные бальзамы. Приходите, вас ждут бесплатная дегустация и беспрецедентная акция от семьи Ивановых. Покупайте один килограмм любого меда и получайте килограмм лугового меда бесплатно. Ярмарка работает ежедневно с 10 до 19 часов до 21 марта включительно. В культурно-выставочном центре по адресу город Курган, улица Гоголя, дом 30. Это все новости на сегодня. Эфир продолжит Ирина Шевкунова и программа «Парламентская неделя дня». Переключайтесь. Весна в «Такси Омега». Цены стали теплее. От 70 рублей. Комфортные поездки для всей семьи. Служба заказа «Такси Омега». Только до 16 марта в икорной лавке покупаю, подарки забираю. Икру банками, креветки килограммами. И ты поторопись. Подарки каждому покупателю. Закашите вашу новую кухню «Лорена» и получите столешницу в подарок. «Лорена Кухня». 8 800 292 20. Охотишься на лягушек в собственном подвале. Лифт со скрипом ходит только до второго этажа. А через крышу дома весело пугать голубей. Региональная система капитального ремонта. Она позволяет починить крышу, установить новейшую вентиляционную систему, утеплить фасад, укрепить фундамент, установить общие домовые приборы учета и отладить всю инженерную систему электротеплогазоводоснабжения. Региональная система капитального ремонта. Достойное жилье. Надежный капитал. Уважаемые жители города. Подавайте свои объявления на точках приема рекламы. В любом удобном для вас месте. Новые точки. Новые возможности. В эфире парламентская неделя в студии Елена Шевкунова. Здравствуйте. Основой принятия качественных региональных законов является работа депутатов, проводимая на заседаниях комитетов. На этой неделе их было шесть. Наиболее обсуждаемые вопросы продолжат нашу программу. На заседании экономического комитета депутаты рассмотрели ход выполнения государственной программы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Ситуацию изучали на примере комбината «Синтез». Его исполнительный директор Виталий Пшеничников проинформировал депутатов об основных проблемах, с которыми сегодня сталкивается его предприятие и вся зауральская промышленность. Учитывая важность поднимаемой темы, решено продолжить обсуждение вопроса и провести 25 марта выездное заседание областной думы на предприятии. Промышленность зауральская – это очень важная часть дохода, доходная часть Курганской области. Это работающие люди в Курганской области. Это стабильность общеэкономического, составляющая нашу Курганскую область. И поэтому мы уверены, убеждены, будет работать промышленность в Курганской области, будет жить и процветать в нашей области. На аграрном комитете был рассмотрен порядок установки и использования тахографов на различных видах транспорта. Тема резонансная. С 11 марта вступил в силу новый порядок оснащения. Члены комитета, выступая от имени агрария в Заурале, считают, что в законодательстве имеются противоречия. В частности, в отношении транспорта, используемого для производства сельскохозяйственной продукции. Есть ли вообще необходимость устанавливать эти приборы для товаропроизводителей, для тех автомобилей, которые работают на дорогах поселковых и прочее, которые обслуживают сельскохозяйственный процесс. Поэтому такая информация будет подготовлена, будет направлена федеральной власти. На протяжении нескольких лет курганские парламентарии осуществляют реализацию социального проекта «Депутат СМИ населения. Грани взаимодействия». В рамках празднования 90-летия со дня образования Варгашинского района фестиваль побывал практически во всех селах. Сегодня в Варгашах прошло главное торжество. «Расцветай Варгашинский край» – праздничное мероприятие под таким названием прошло в селе Вехнисо-Ерское Варгашинского района. В нем принял участие депутат областного парламента Владимир Казаков. Сельчане принимали поздравления с юбилеем района, лучшим труженикам были вручены почетные награды. Коллективы народного творчества подготовили концертную программу. Предусмотрено выступление 18 муниципальных народных коллективов, 12 самодеятельных коллективов, которые по определенному графику будут в рамках празднования 90-летия представлять свои программы. Добрые слова прозвучали в адрес ветеранов, участников войн и тружеников тыла. В фойе сельского дома культуры была организована выставка народного творчества и фотовыставка, на снимках которой рассказана история края. Каждое село Варгашинского района отличается своими обычаями, а главное – живущими в них людьми. Благодаря им передаются сложившиеся поколениями традиции и приумножается величие села Русского. Одним из основополагающих условий дальнейшего развития за Уралией и всей России должно стать сохранение веры и традиций народа. Так считает председатель мандата комиссии Курганской областной думы Сергей Тегиняну. Наша съемочная группа побывала на малой родине депутатов в Шадринском районе. Следуя своим убеждениям, Сергей Тегиняну постоянно держит в поле зрения значимые места Шадринского района, где можно прикоснуться к святыням, понять, чем жили наши предки. У нас очень много сохранилось исторических мест за этим будущее, потому что вера – это как раз тот рычаг, который может сплотить население, нацию. Одним из таких мест является село Крестовское Шадринского района. Именно здесь в XIX веке на пути Елутеровского тракта находилась гремевшая в те времена на всю Россию Крестовско-Ивановская ярмарка. Третья по величине, она разворачивалась сразу после уборки хлеба и просуществовала до Первой мировой войны. Сейчас на ее месте высится верстовой столб, указывающий, что когда-то здесь бушевало людское море, описанное в рассказе «Мамина Сибиряка». Сегодня традиции возрождаются. Второй год здесь проводится ярмарка. Масштабы ее, конечно, не так велики, но депутат убежден – главное начать. Настолько было интересно присутствовать на этом мероприятии, может от того, что оно второй раз, может от того, что наше население и жители ближайших других населенных пунктов, я имею в виду других районов города Шадринска, прониклись той атмосферой, которая здесь присутствует. Сергею Трофимовичу, род которого пошел из соседнего села Маслянского, дорогие и близкие здешние места. Именно поэтому, став депутатом, он не забывает и о духовном наследии за Уралье. Знаменитый храм Иоанна Предтечи, построенный в 1872 году, был центром, где собирались паломники со всей страны. В годы советской власти это культурное наследие чудом не было утеряно. Смотря на своды храма сегодня, можно рассмотреть его первозданность. Настоятель храма, отец Константин, с гордостью показывает сохранившиеся до наших дней уникальные фрески. Проводим и встречи с народом, и пишем объявления о том, что в храме проводятся службы. И народ помаленечку начинает просыпаться. То есть народ уже крестится, приезжает на службы. В этом году первый раз за многие десятилетия была проведена крещенская служба. Много внимания Сергея Тегиняна уделяет восстановлению храма Иоанна Предтечи. Сейчас там идут внутренние восстановительные работы. Построена небольшая котельная и трапезная. Установлена система отопления, заменены полы, окна, двери. Восстановленный коностас одного из пределов. В золото оделись купола храма. И кто сюда вот ездит, и будет ездить, и молиться, и просить за своих близких, за себя. И я думаю, что будет как бы исправление, исправление жизни, исправление нашего сердца. Я думаю, будет возрождение нашей России. Сегодня многое из того, что было забыто, возрождается. В том числе и еще одна шагринская святыня Спасо-Преображенский храм в селе Батурино. Бывая здесь, чувствуешь духовное возрождение людей и присущих нам традиций. Ощущаешь духовную силу народа. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Специалисты медицинского центра здоровья приглашают курганцев и жителей области в новое комфортабельное здание по адресу 1 мая 21-1. 45 направлений медицины. Звоните 48-58-00. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Марина Личук. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр здоровья. Приглашают в новое комфортабельное здание по адресу 1 мая 21-1. Медицинский центр здоровья. Это 45 направлений деятельности. Стоматология, отриноларингология, коллапрактология, аллергология и иммунология. Решение проблем головной боли у детей и подростков. Звоните по телефону 48-58-00. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на субботу погода в Заурале обусловится погожим, но холодным антициклоном. Днем же в регион нагрянет циклонический вихрь с запада, откуда протянутся плотные поля облачности и осадков. В Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске от нуля до плюс трех, временами снег. В Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 7-9. Днем в Кургане облачно, временами снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 0-2. Атмосферное давление будет падать. 15 марта солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Регистрируйся в конкурсе красоты на сайте kurgan.ru Miss Kurgan.ru – главное событие весны. Официальный партнер проекта – сеть главных обувных магазинов города Кургана. Встречайте новый Телесень. Читайте в новом номере журнала Телесень. Как певица Натали воспитывает своих детей. Рецепты постных блюд для всей семьи. Что подорожает в магазинах в ближайшее время? Новый номер Телесень в продаже со среды 12 марта. Покупайте Телесень в магазинах «Метрополис», «Магнит», «Красное и Белое» и в сети «Нота». Везде. От Калининграда до Читы. От Мурманска до Сочи. Триколор ТВ. Все основные российские каналы без абонентской платы. Триколор ТВ. Телевидение всей России. По мере развития страхового рынка набирает обороты мошенничества. Водитель, внимание! Приобретение страхового полиса без прохождения техосмотра дает право страховой компании отказать автовладельцу в возмещении ущерба в случае ДТП. Станция технического контроля номер один. Орджоникидзе, 34, проспект Машиностроителей, 23. Телефон 25-02-11. Уважаемые предприниматели, разместившие свою рекламу на точках приема. Если вы не можете сдержать улыбку от успехов вашего бизнеса, сначала обеспечьте маской себя, затем своего ребенка. Новые точки. Новые возможности. Информационное агентство «Курган.ру» представляет. Впервые в Кургане. Международный проект «Топ-модель по-детски». Регистрация на сайте курган.ру. Возраст участниц от 5 до 12 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...